Мы с вами в прошлый раз остановились на том, что нам нужно толком определить проективные преобразования. Значит, смотрите, давайте мы их определим так. Определение. Значит, проективные преобразования проективной плоскости в скобочках прямой. Да ничего страшного, тут уж хоть бы мокрую, хоть какую. Значит, проективное преобразование проективной плоскости или прямой, значит, это преобразование, порожденное сохраняющим значит, точку О афинным преобразованием пространства пространства или, соответственно, плоскости. Значит, в общем дело, как бы, у нас же например, в случае проективной плоскости точки проективной плоскости это прямые, проходящие через О. Значит, смотрите, если у вас есть афинное преобразование, которое сохраняет точку О, то есть переводит точку О в себя, то тогда прямая, проходящая через О, снова перейдет в прямую, проходящую через О. Так ведь? То есть, у вас точка проективного пространства, она перейдет у вас в точку проективного пространства. Значит, теперь давайте мы с вами вспомним, как у нас проективные преобразования задавались, то есть афинные преобразования. Они задавались с помощью двух реперов. Так ведь? Так как мы сохраняем точку О, то нам, естественно, рассматривают тогда такие реперы, в которые входит точка О. То есть, как это устроено? Значит, вот у вас есть О и какой-то, значит, там базис Е1, Е2 и Е3, да. Значит, у нас при этом преобразование, значит, точки, которые, значит, точки, точка переходит в такую точку, что координаты исходные вот в этом базисе, они совпадают с координатами образа в этом базисе. Так ведь? Значит, поэтому, значит, у нас тогда это преобразование, оно записывается как? Значит, это выглядит следующим образом, что у нас координаты образа в старом базисе, как мы знаем, они устроены так. Значит, там x1 с волной, x2 с волной, вообще, точнее, как бы мы обычно пишем преобразование в другую сторону, но ладно, это сейчас неважно. То есть, смотрите, вот это формула афинного преобразования сохраняющего точку О, здесь нет сдвига. Так ведь? Здесь нет сдвига, поэтому у нас точка 0,0,0, который точку О остается на своем месте. Так ведь? Поэтому, значит, вот это и есть в точности то, как выглядит формула для проективного преобразования. Смотрите, здесь нужно понять только одну вещь. Смотрите, вот у вас у афинного преобразования матрица определена однозначно. То есть, вот если у вас есть афинное преобразование, у него есть однозначно определенная матрица. Наоборот, если есть матрица, она однозначно вам сдает афинное преобразование. Но здесь, смотрите, что у нас будет. Представьте, что я c умножу на лямбда. Тогда что у нас будет с образом? Смотрите, у нас тогда точка x1 с волной к x2 с волной, к x3 с волной, она у вас перейдет в точку лямбда на x1 с волной, к лямбда на x2 с волной, на лямбда на x3 с волной. Смотрите, это ровно та же точка. То есть у вас, если вы меняете матрицу на пропорциональную, то у вас проективное преобразование, оно остается тоже. Значит, это вас не должно смущать. Это нормально. Значит, давайте мы это отметим. Такое, значит, незамысловатое утверждение, что c и лямбда c, где, значит, лямбда не равно 0, определяют одно преобразование. Значит, одно проективное преобразование. Смотрите, значит, какие-то свойства проективных преобразований, они немедленно следуют из свойства афинных. Например, смотрите, например, вы понимаете, что у вас для любой пары плоскостей у вас есть афинное преобразование, которое эту плоскость переводит в эту плоскость. Так ведь? Ну, смотрите, у нас же прямые в проективной плоскости, это у нас плоскости в пространстве, проходящей через О. Так ведь? Поэтому у нас, значит, немедленно получается следствие, что, значит, для любых двух прямых в проективной плоскости для любых двух прямых в проективной плоскости есть проективное преобразование, приводящее первую во вторую. Первую, первую плоскость во вторую. То есть, как бы, если вы подумаете, то вы можете там, значит, еще точно так же из свойств афинных преобразований вывести еще какие-то вещи. Например, смотрите, тоже такое очень простое утверждение. Любые три точки, не лежащие на одной прямой, можно перевести в любые другие три точки, не лежащие на одной прямой. Вот смотри, значит, утверждение. Значит, пусть А, Б, С не лежат на одной прямой. Значит, а еще А штрих, Б штрих, С штрих не лежат на одной прямой. Значит, тогда существует проективное преобразование. Переводящее А в А штрих, Б в Б штрих, С в С штрих. Ну, в самом деле, смотрите, вот у вас есть три прямых, которые у вас А, Б и С, да, проходящие через О. Смотрите, как бы, что значит, что они не лежат на одной прямой? Это значит, что эти три прямые не лежат в одной плоскости. Значит, эти три прямые не лежат в одной плоскости. Тогда что? Тогда, если мы выберем здесь какие-нибудь направляющие векторы, они образуют базис. Значит, тогда направляющие векторы значит, Е1, Е2 и Е3 этих прямых образуют базис. Отлично. Ну, смотрите, тогда то же самое верно и для А штрих, Б штрих, С штрих. Мы просто скажем, что это Е1 штрих, Е2 штрих и Е3 штрих. Ну, тогда, значит, все, преобразование, определенное, значит, реперами О, Е1, Е2, Е3 и О, Е1 штрих, Е2 штрих, Е3 штрих и скомые. Скажите мне, а можно ли перевести четыре точки в четыре точки? Да. А почему? Ну, не в точнее общего положения. Да. То есть, такие четыре, что там никакие три не лежат на одной прямой. А почему? Ну, в ходе преобразования, в ходе вектора, в четверг, в четверг, в четверг, в четверг, в четверг, в четверг. У нас есть вот этот репер, мы можем на него массы положить, такие-то, и попасть в любую четвертую точку. Смотрите, можно объяснить несколько проще, используя то, что я уже рассказывал в прошлый раз. Помните, я вам рассказывал, что у вас проективные координаты, они определяются четверкой точек. Которые там вот Е1, Е2, Е3 и еще Е, у которых координаты 1, 1, 1. Было такое дело. Смотрите, вот у вас, когда есть вот эти самые точки Е1, Е2, Е3 и Е, они как раз, значит, вот это, значит, у нас было 1, 0, 0, 1, да. Значит, вот это у нас, господи, что-то у меня слишком много, слишком много точек. Значит, 1, 0, 0, это 0, 1, 0, вот это у нас 0, 0, 1, а вот это у нас 1, 1, 1, да. Вот у нас есть, смотрите, вот в этих точках действительно важно только то, что никакие три не лежат на одной прямой. Отлично. Тогда смотрите, давайте мы докажем такую штуку, значит, для, значит, пар, для четверок. Для четверок А, Б, С, Д и А штрих, Б штрих, С штрих, Д штрих точек, Таких, что в каждой четверке, таких, что в каждой четверке никакие три не лежат на одной прямой. Значит, существует проективное преобразование, значит, переводящее, значит, А в А штрих, Б в Б штрих, С в С штрих, Д в Д штрих, да. Доказательство очень простое, я смотрю на А, Б, С, Д, я говорю, пусть это у меня будет Е1, Е2, Е3 и Е для какого-то, для какой-то проективной системы координат, так ведь? Значит, у меня возникает тогда О, Е1, Е2 и Е3. Отлично. Дальше я говорю, что дальше я говорю, что, ну хорошо, у меня есть А штрих, Б штрих, С штрих, Д штрих. Я говорю, что вот это у меня у другой системы координат Е1 штрих, Е2 штрих, Е3 штрих и Е, да, давайте здесь равно. У меня возникает здесь тогда второй репер, да. А дальше что? А дальше я говорю, что, значит, берем афинное преобразование, заданное этими реперами. Давайте я вам оставлю в качестве упражнения вопрос, единственное ли это преобразование. Да, естественно. Смотрите, как бы у нас, у нас С и лямбда С, они определяют одно и то же преобразование. Это мы уже, это, мы уже, мы уже отметили. Вот. Подумайте об этом. Теперь смотрите. А вот мы с вами, мы с вами говорили, что когда у нас есть какой-то, значит, когда у нас есть какая-то проективная система координат, то есть, когда у нас есть репер, то вот этот самый О, Е1, Е2, Е3, то у нас тогда есть очень удобная афинная карта. То есть, пусть вот у нас здесь есть О, здесь у нас, значит, Е1 и Е2, а вот здесь у нас есть, значит, Е3. Я тогда через точку, которая в конце вектора Е3, отложенного от О, я провожу плоскость Пи, которая параллельна у нас Е1 и Е2. И, значит, вот в этой афинной плоскости, как мы знаем, тогда очень отлично устроены координаты, потому что, значит, у нас точки X1 к X2… Что? Можно вопрос на предыдущий? Да, пожалуйста. Вот еще раз. Мы взяли репер, ну, с центром А и Б, ну и Б, С и Д как векторы из него? Не, ну как, ну, смотрите, мы в прошлый раз обсуждали, что у вас, если у вас есть четыре точки проективной плоскости, то никак не такие, что никакие-то не лежат на одной прямой, то тогда вы, ну, как, это у вас, значит, вот-вот, это, значит, четыре прямых, да, то тогда у вас есть такой базис, что у вас Е1, Е2 и Е3 идут вдоль трех из них, да, которые Е1, Е2 и Е3, а Е1 плюс Е2 плюс Е3 идут вдоль четвертой, тоже три прямых проходящих через О. Они не лежат на одной прямой, эти точки, это значит, что эти три прямых не лежат в одной плоскости. Значит, если я выберу их направляющие векторы какие-нибудь, да, они будут образовывать базис, да, точно то же самое здесь. Если я теперь рассмотрю проективные преобразования, которые заданы этим базисом и этим базисом, оно будет эти точки приводить в эти. Ну, вот и все, как бы, здесь все достаточно элементарно. Так вот, возвращаясь к, значит, еще раз, значит, если у нас есть проективное пространство, в нем заданный репер, который сдает нам, значит, проективные координаты, то у нас есть очень удобная афинная карта, да, это вот такая вот карта, которая проходит через строчку 0, 0, 1, да, значит, и параллельно Е1 и Е2, и тогда мы с вами знаем, что там удобные формулы пересчета, да, значит, что вот-вот этой штуке, значит, ей соответствуют здесь афинные координаты, да, значит, здесь нужно просто взять точку О' и векторы Е1 и Е2, да, значит, у вас тогда здесь есть афинные координаты XY, да, значит, и вы тогда, значит, между ними пересчитываетесь так, что вот этим проективным им отвечают здесь координаты, значит, X1 на X3, X2 на X3, а наоборот, значит, у вас этим координатам XY отвечают проективные координаты X к Y к единице, да, значит, вот. Смотрите, а как тогда у нас в терминах XY выглядит проективное преобразование? Это важно знать. Сейчас, значит, я вытру все это. Это мне еще нужно. Смотрите, давайте я вот эту штуку запишу ее, ну, сейчас. Смотри, значит, X с волной, да, значит, вот у меня X с волной. Это у меня, значит, X1 с волной поделить на X3 с волной. Так видите? А это поражается мне с помощью вот этой вот формулы, да, если я подставлю, что у меня там будет стоять. А у меня будет там стоять вот такая вещь. У меня будет, значит, C1, 1, X1 плюс C1, 2, X2 плюс C1, 3, 3, X3. А здесь у меня будет, значит, C3, 1, X1 плюс C3, 2, X2 плюс C3, 3, X3. Равно. А теперь давайте, значит, я это дело просто разделю на X3. И, значит, у меня тогда будет вот что. Давайте я здесь оставлю больше места. Значит, вверху у меня будет C1, 1, X1 поделить на X3 плюс C1, 2, значит, X2 на X3 плюс C1, 3. А здесь у меня будет C3, 1, X1 на X3 плюс C3, 3 плюс C3, 3. Ну, смотрите, это же у меня просто X и Y. У меня получится C1, 1, X плюс C1, 2, Y плюс C1, 3. А здесь будет C3, 1, X плюс C3, 2, Y плюс C3, 3. И, смотрите, это просто дробно-линейная функция, так ведь? То есть, смотрите, у нас на самом деле получается такое незамысловатое утверждение. Значит, в афинных координатах, в афинных координатах в проективно-афинной плоскости проективное преобразование имеет вид. Значит, смотри, я напишу вот эту формулу для X и аналогично выводимую формулу для Y. Смотрите, в случае проективной прямой эти формулы еще проще для проективной прямой. Сейчас, давайте я вытру чуть-чуть больше, чтобы это успело высохнуть. Так, 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 так. Значит, а там тогда будет просто, смотрите, у нас 1,11 координата X, да, значит, и она будет преобразовываться у нас тогда так. То есть, смотрите, с точки зрения вот этой афинной карты проективное преобразование, это просто дробно-линейная формула. Смотрите, как бы, если у вас есть дробно-линейная формула, у вас бывают точки, где знаменатель обращается в ноль, да, смотрите. Например, вот здесь это проще увидеть даже. Значит, что обозначает, что знаменатель у вас обращается в ноль? Смотрите, это значит, что у вас на самом деле в проективном виде последняя координата ноль. Это значит, что соответствующая точка, она уехала просто на бесконечность. Наоборот, смотрите, как бы, вот если вы поставите сюда бесконечность, да, то вы понимаете, что у вас это будет просто отношение C1,1 к C2,1. Ну, что это значит? Это значит, что у вас при вот таком вот отображении бесконечно удаленная точка, она приезжает вот в точку C1,2 поделить на C2,1. То есть, смотрите, даже если вы сидите внутри афинной карты, то у вас проективное преобразование, это значит, такое гораздо, ну, такое большее множество преобразований, чем афинные. Заметьте, что если вот у вас, вот вот здесь стоит просто константа, да, или вот здесь, то у вас это получается просто афинное преобразование. Так ведь? То есть, значит, давайте, значит, мы отметим, значит, этот простой факт, значит, там, незамослатое утверждение, значит, что афинные преобразования, афинные преобразования, значит, плоскость или, значит, пространство, частный вид проективных. Частный вид проективных. Значит, так, очень хорошо. Что? Где определения? Никого определения нет. Афинные преобразования плоскости, ой, пространства, пространства у нас нет, прямой. Это просто частный вид проективных. Ну, еще раз, смотрите-ка, если у вас вот здесь стоит просто константа, да, то у вас тогда, значит, это превращается просто в формулу для афинного преобразования. Вот. Так, значит, теперь я хотел сказать вот что. Значит, смотрите. Значит, исторически проективные преобразования, они возникли, как ни странно, не в геометрии, а в живописи. Так, в чем, в чем, в чем вопрос? Еще раз, как мы получили из этой x-вомой вот это? Ну, вот это же, x-вомой. Вот это? Да. Ну, это, что для проективной прямой формулы будут вот такие. Если вы будете рассматривать проективные преобразования, проективный прямой, что у вас будет? Там же написано для проективной прямой. Я зачем пишу слова? Ну, смотрите, еще раз. Вот представьте, что у вас есть какое-то такое значение x, которое у вас 0 от знаменателя. Если бы точно, это точка, там, минус c2,1 поделить на c2,2, да? Тогда у вас вот эта штука, она превращается у вас в 0. Делить на 0 нельзя, казалось бы, да? Ну, смотрите, что это значит с проективной точки зрения. Это значит с проективной точки зрения, что у вас вот эта штука, у вас это же просто последняя проективная координата. Это просто значит, что у вас образ, это проективная точка, которая лежит на бесконечности. Значит, смотрите, центральная проекция. Вот эти, пусть у меня есть две плоскости. Вот сейчас я хочу воспроизвести одну картинку, дайте ее перерисую, да? Вот у меня есть одна плоскость. А вот у меня есть, значит, вторая плоскость. Они как-то там, может быть, пересекаются. Значит, смотрите, вот давайте я рассмотрю такую штуку. У меня есть, значит, одна плоскость, у меня есть другая плоскость в пространстве. У меня есть какая-то точка, и я занимаюсь центральной проекцией. Я провожу лучи, и я делаю такое преобразование. У меня вот точка вот этой плоскости переходит в ту точку этой плоскости, что они лежат на луче, исходящем из О, понимаете, да? Значит, вот это и есть, значит, центральная проекция. Значит, легко видеть, что это у нас такое проективное преобразование, да? Значит, мы можем легко выбрать базисы, такие, что нам даже будет удобно работать. Давайте смотреть, давайте я выберу, значит, Е3, и так, чтобы он шел, значит, чтобы вот эта была плоскость, значит, Х3 равно нулю. А вот сюда у нас, значит, будет идти, значит, Е3 штрих, да? Ну, а дальше, значит, я здесь выберу, соответственно, Е1 штрих и Е2 штрих, да? Значит, вот у меня, значит, Е1 штрих и Е2 штрих, а здесь я выберу, я не знаю, там, давайте в эту сторону они смотреть будут для простоты Е1 и Е2, да? Значит, вот они тогда здесь, значит, Е1 и Е2, да? Значит, вот, значит, вот если мы зададим вот такие базисы, да, то, значит, у нас тогда, значит, легко можно взять и написать все. Значит, смотрите, а при чем тут вообще живопись, да? Почему, значит, почему это возникло в живописи? Смотрите, у живописца есть два рабочих органа, это глаз и рука, да, значит, вот глаз, он смотрит, да, у вас есть, значит, плоскость холста, да, вот, и он смотрит на какие-то объекты, да, и где живописец изображает эти объекты на живописной плоскости. Ну, вот он их изображает, соответственно, на пересечении, грубо говоря, лучей, да? Поэтому смотрите, как бы, у вас, по сути, в живописи встает вопрос про центральную проекцию, да? Там, например, вот, как вы знаете, если живописец пытается изобразить живописные, живописные, господи, железнодорожные пути, да, значит, как они устроены на картине, должны быть, значит, как нас учит учение о перспективе, о том, что вот, значит, есть вот горизонт, там есть точка схода, и вот туда, значит, эти самые, значит, пути, они у вас сходятся, так ведь? Давайте мы посмотрим теперь на это с точки зрения проективной геометрии, как это вообще устроено. Давайте я вытру вперед доску. А устроено это так, смотри, значит, вот у вас плоскость земли, да, вот, значит, это земля, да, и вот здесь у вас идут две параллельных прямых, вот эти самые наши, вот этот наш железнодорожный путь, так ведь? Вот у вас плоскость картины, живописная плоскость, а вот у вас глаз живописца, который у нас точка О, да, что мы делаем, значит, смотрите, а мы делаем на самом деле здесь просто преобразование, которое, центральная проекция, это проективное преобразование. Что, почему? Почему? Уста мои не модствуют, как бы, из картинки этого не видно? Нет, ну, как бы, или у него нормальный, если бы хочется. Упражнение, написать формулу, да? А дальше происходит что? Смотрите, как бы, у вас есть параллельные прямые, как вы понимаете, у вас параллельные прямые, они в какой-то точке проективного пространства, они пересекаются, так ведь? Вот у вас есть две прямых, они где-то там в бесконечности пересекаются. Но на вот этой плоскости у вас эта точка пересечения, это самая обычная точка. И эта самая обычная точка, она вот. Вот это вот, это наша вот бесконечная точка, которая у нас вот здесь вот. То есть, вот, то есть, смотрите, вот именно поэтому у вас первоначально проективная геометрия возникает в живописи, потому что у вас то, что вы делаете при живописи, это центральная проекция, да? Значит, и у вас тогда параллельные прямые в какой-то там плоскости, это афидная плоскость, там-то они, конечно, не пересекаются, но в проективной плоскости они пересекаются, да? И эта точка, которая на вот этой плоскости не видна, на живописной плоскости, она может быть видна. Ну и тогда у нас там, значит, это дело, оно пересекается. Смотрите, как бы я вам это объясняю сейчас для общего развития, как бы, да? То есть, как бы на экзамене я вас про это спрашивать не стану. Но просто вот, понимаете-ка, вот, поднимите руки, кто здесь учился в художественной школе? Вот вам рассказывают, что вот есть там точка схода, а потом, как там крем на торте сверху, что есть такой случай, когда есть две точки схода. Почему у вас две точки схода? Потому что мы живем в мире, застроенном параллелепипедами с параллельными сторонами. Знаете, у вас параллельные прямые, они лежат либо в плоскостях параллельных этой, или в плоскостях параллельных этой, да? Вот здесь параллельные прямые, они пересекаются в какой-то одной точке, а вот здесь в какой-то другой точке. Поэтому у вас две точки схода. Понимаете, как бы, ну вот как вы там рисуете дом? Да, как-то там вот у него там одна стена, вот у него там вторая стена. Действительно, в какой-то странной перспективе. Почему? Две плоскости, да? Здесь параллельные прямые, они сходятся в бесконечную точку там, а здесь параллельные прямые, они переселяют, они пересекаются в бесконечной точке там. Так как у вас мир состоит из параллельных, с параллельными гранями, у вас других точек схода нет. Поэтому у вас вот там вот две точки схода, это венец творения. Если вы вздумаете рисовать более сложный геометрический объект, то у вас будет больше точек схода. Потому что у вас будет больше плоскостей, в которых лежат семейства параллельных прямых. Теперь такое дело. Вот мы с вами сперва обсуждали изометрии. И мы знаем, что изометрии сохраняют у вас массу всего. Значит, они сохраняют у вас длины векторов, а поэтому, значит, расстояние между точками, а еще они сохраняют углы. Отлично. Дальше у нас были преобразования афинные. И мы знаем, что афинные преобразования не сохраняют у нас ни длины, ни углы. Но, тем не менее, мы с вами поняли, что они, во-первых, сохраняют параллельность, а во-вторых, они сохраняют, как это формулируется иногда, значит, отношение длиннотресков на параллельных прямых. Иногда это говорят менее правильно, говорят о том, что сохраняется деление отрезков в заданном отношении. Но на самом деле то, что у вас сохраняется отношение длинно-параллельных прямых, это несколько больше. Вопрос, как бы, а что у нас будет с проективными преобразованиями? Значит, если вы напишете формулу проективного преобразования, то вы легко увидите, что вы, например, можете придумать преобразование, которое не переводит середину отрезка в середину. Ну, например, у вас есть точки ААВС, Б это середина ААС, но отправьте Б на бесконечность вообще, да, и какое там у вас сохранение середины. Поэтому, значит, соотношение... Поэтому, значит, у вас отношение длин не сохраняется. Дальше, значит, как у нас там было... Афинные преобразования сохраняли у нас параллельность. Ну, никакой параллельности, значит, у нас в проективном мире нет, поэтому с этим вообще плохо, да. Поэтому может создаться впечатление, что проективные преобразования не сохраняют вообще ничего. Но, понимаете, как бы, проективные преобразования, они все-таки очень специфические, да. Они записываются, значит, дробнолинейными формулами, да. Это не какое-то абстрактное преобразование. Поэтому что-то они сохранять должны. Вот выдумать то, что они сохраняют, не так просто. Значит, давайте мы введем такую величину. Значит, мы будем обозначать ее вот так. Вот, значит, А1, А2, А3, А4, да. Значит, вы смотрите, мы сейчас будем рассматривать случаи, когда эти точки, которые как-то там, непонятно в каком порядке, но они лежат на афинной прямой, да. Значит, вот. Значит, они различные, да. Значит, 4 различных точки. Да, значит, и я определю тогда вот такую штуку. Значит, это у меня, значит, А1, А3 поделить на А2, А3. Это отношение длин, а это разделить на А1, А4 поделить на А2, А4. Смотрите, если я скажу, что у них соответствующие координаты Х1, Х2, Х3 и Х4, то тогда это выражение вот такое. Значит, Х3 минус Х1 на Х3 минус Х2 отношение к Х4 минус Х1 на Х4 минус Х2. Значит, смотрите, вот эту штуку ее называют в разных книгах по-разному. Там можно встретить какое-то там анагармоническое отношение четырех точек и так далее. Давайте мы будем называть это просто двойным отношением четырех точек. А, я даже подчеркну, что двойное отношение различных четырех точек. Значит, вот такая вот штука. Значит, у нее есть естественные свойства. Например, смотрите, что произойдет, если я переставлю первые две и вторые две точки? Значит, ну, смотрите, как бы, если я их обменяю местами, то тогда у меня, ну, просто вот здесь обменяются точки, у меня сменится знак сверху-снизу, поэтому он останется, вот, живать здесь, так ведь? Значит, поэтому у меня останется ровно то же самое. То есть, значит, если я обменяю местами пары, то это дело у меня сохраняется. А, например, что будет, если я обменяю местами последние две? Ну, смотрите, у меня тогда, значит, вот эти штуки будут обмениваться, но это же у меня дробь, это значит, мне получится один поделить на, значит, А1, А2, А3, А4. И так далее. Вы, на самом деле, можете понять, что у вас будет там при перестановке, значит, разных других точек. Вот. Смотрите, эта штука у нас сейчас определена только для случая, когда все эти точки, они конечные. А давайте мы теперь доопределим для того случая, когда у нас одна из точек, это бесконечно удаленная точка на прямой. Значит, доопределим. Значит, для случая. Смотрите, вот вы можете там вот понять, как они переставляются все, и таким способом нам, на самом деле, достаточно определить, когда бесконечность, это четвертая точка. Что? Пока еще нет. Проективная точка, то есть, ну, смотрите, как у вас разница между афинной прямой и проективной, это бесконечность. Вот до этого момента мы считали только для афинных точек, а теперь мы определим так, чтобы и для проективных тоже было. Значит, определим мы вот так вот. Значит, смотрите, я скажу, что по определению а1, а2, а3 бесконечность, значит, у них двойное отношение, это просто, значит, а1, а3 на а2, а3. То есть, это значит у нас х3 минус х1 поделить на х3 минус х2. Смотрите, интуитивно это понятно, почему определять нужно так. Смотрите, если х4 стремится у вас к бесконечности, то вот это отношение к математическому анализу, оно стремится к единице просто, да. Поэтому у вас останется просто вот такая штука. Очень хорошо. Значит, утверждение. Значит, это все написано в афинной координате на прямой. А я хочу научиться писать теперь двойное отношение в проективных координатах. Значит, утверждение, значит, в проективных координатах в проективных координатах двойное отношение имеет вид. Ну, а в проективных координатах, давайте я буду писать х к у, значит, двойное отношение имеет вид. Значит, чтобы не ошибиться, я списываю эти формулы с бумажки, иначе будет печаль. Значит, что у нас, значит, будет а1, а2, а3, а4. Ой, у меня как-то плохо вышло, потому что у меня были иксы там, а теперь у меня иксы здесь. А, с другой стороны, если я буду писать, если я буду писать там х1, х2, у меня будут индексы сейчас сверху снизу, у нас наступит катастрофа. Мне, на самом деле, нужно было вместо икса там писать t. Ну, ладно, мы люди находчивые, пусть у нас проективные координаты будут yz, да? То есть, значит, вот тот вот икс у нас, это просто y поделить на z. Тогда, значит, формула будет такая. А тут у нас будут прекрасные определители. Так, так, так. 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 ну смотрите как бы доказательство очень простое первое давайте мы заметим такую вещь что у нас эта формула не меняется если мы умножаем на лямбды не меняется при замене какого-нибудь там значит y этого цвет и тому на лямбда y и ты на лямбду и тому то значит по крайней мере эта формула она правильно описывает тогда то есть она дает по камере какую-то корректную величину от проективных координат но в самом деле как бы да значит если мы допустим y1 и z1 домножим на лямбду тогда у нас по свойствам определить если столбец умножается на лямбду его можно вынести снаружи здесь то же самое произойдет здесь здесь у нас деление лямбда сократится так ведь то же самое можно можно проверить и с любым другим например здесь умножаете 3 у вас лямбда выскочит отсюда и лямбда выскочит отсюда она сократится значит поэтому значит это такая корректная штука а теперь вторая штука значит давайте значит 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 для точек отличных от бесконечно удаленная отличных от бесконечно удаленно у нас тогда что что будет как бы мы заменим тогда эту штуку используя в качестве лямбды одну задовую до нас это что чтобы у нас тогда здесь будет просто значит y1 на z1 1 а здесь будет y3 на z3 1 да здесь на значит точно точно то же самое италь раチор смотрите у нас же отношение y как h едует соответствующие x поэтому там что будет x 1 на 1 то есть x 1 минус x 3 на 1 это x 3 да ну вот значит будет значит x 1 минус x 3 поделить на x 2 минус x 3 отношение к а тут у нас будет x 1 минус x 4 а тут у нас будет значит x 2 минус x 4 ну смотрите если я теперь обменяю их местами у меня в точности значит будет а b то есть как там а 1 а 2 а 3 а 4 так ведь вот значит а давайте теперь представим значит значит если у нас а 4 это бесконечная . тогда можно считать что это у нас 10 так ведь да потому что значит у нас тогда ну потому что любая . лямбда к нулю она пропорционально 10 за что у нас будет у нас будет точно такое же вы выражение здесь а здесь значит мне нужно быть более хитрым здесь будет y1 на z1 1 а здесь у меня значит будет значит у меня там y4 за 410 да значит вот а здесь не что у меня будет у меня тогда после раскрытия у меня будет просто значит x 1 минус x 3 а здесь мне будет значит y2 x2 минус x3 а здесь у меня будет 0 минус 1 это минус 1 тут тоже 0 минус а я сейчас я написал да здесь 0 минус 1 на минус 1 это сократится да мне получится вот вот это а это у меня значит точности а 1 начата 2 а 3 бесконечности поэтому эта формула она верная поэтому смотри значит у нас есть такая замечательная штука двойное отношение четырех различных это важно точек да значит его можно считать песене если хотите в афинной координате вот так вот а если хотите можете забыть про афинную координату и считать в противных координатах вот так вот а теперь это не расстояние это не что это не что это двойное отношение четырех точек этому щас дай сейчас докажем но мать и но выразить его в какие-то в других темных ну нельзя понимать как бы это не но 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 это как и это вопрос а не знаю там а интеграл это что это треугольник или множество я ты да это казались иногда пишут в квадратных скобках это вопрос невероучительные что называется вот хорошо теперь значит утверждение самое главное двойное отношение сохраняется при проективных преобразованиях прямой двойное отношение сохраняется при проективных преобразованиях прямой доказательства на самом деле чрезвычайно простое в чем дело смотрите мы же знаем что у нас значит вот там этот самый y с волной z с волной у нас просто c умножить на x y то есть цена y z так вот у нас как устроена проективное преобразование опять смотрите вот я хочу я хочу сказать очень простую форму что у вас значит тогда значит вот там y1 с волной y3 с волной но на например на z1 с волной на z3 с волной равно определителю c на вот такую штуку у вас вот такой вот определитель он просто умножится на на определитель c значит можете легко увидеть это непосредственно или или обладать внимание вот на что вообще-то вот эта штука у нас и имела смысл ориентированный ориентированная площадь программа порожденного двумя векторами но в какой-то момент жизни с вами обсуждали что при афином преобразование нового она умножается на определитель если не обсуждали вдруг значит это просто докажите это в качестве управления а это форму тогда следует все смотрите если вы возьмете преобразованные точки у вас здесь все это умножается на на путь лице он сокращается и наступает счастье из этого следует значит что у вас значит 12 а 3 а 4 равно у вас значит вот у вас есть плоскости там есть прямо и на ней есть четыре точки я и это дело переходит у вас в какую-то другую прямую на ней есть образы этих точек смотрите вы можете взять и отождествить эти прямые и у вас тогда это будет проективное преобразование прямой поэтому у вас проективное преобразование плоскости они это дело тоже сохраняют только вы будете их считать на разных прямых значит проективные преобразования плоскости сохраняют двойное отношение но почему нужно просто делать вот что ну вот у вас есть значит а1 а2 а3 я 4 да что мы что мы сделаем а давайте мы сделаем какую-нибудь центральную проекцию которая у вас переведет их в какие-нибудь точки здесь а1 штрих значит а2 штрих а3 а4 штрих а с другой стороны они отправлялись туда с помощью исходного преобразования вот эти у меня тогда с одной стороны у меня англиманическое отношения вот вот этих точек назвал его англиманическим а мы договорились обозначать его двойным двойное отношение этих . оно равно двойному отношению вот вот этих точек а с другой стороны значит оно будет равно у вас уже отношению вот вот этих теперь смотрите я хочу дать такое определение ой сейчас мне понадобится картинка адская ужасная картинка давайте я буду говорить что четверка точек гармоническая из их двойное отношение минус 1 определение четверка а1 а2 а3 а4 гармоническая если у нас значит а1 а2 а3 а4 равно минус 1 а вот то же самое иногда говорят очень странно значит значит это она смотрите вот вместо этого напишу равно то же самое говорят как вот здесь неважно не запутаться в порядке как как а3 сопряжена а4 там как гармонический гармонический сопряжена а4 относительно пары а1 а2 а теперь я хочу нарисовать некоторую картинку полный полный четырехсторонник чего такое полный четырехсторонних сторонник это просто а4 прямые такие что никакие 3 не принадлежат одному пучку а4 а4 мы попытаемся нарисовать определение что четверка называется гармонической если их двойное отношение равно минус единице вот иногда вместо того чтобы говорить что четверка гармоническая иногда говорят что а3 гармонически сопряжена а4 относительно пары а1 а2 ну и смотрите давайте мы сейчас попытаемся нарисовать так чтобы нам не было мучительно больно сделаем так вот возьмите и проведите две прямых вот одну вот так а другую вот так вот это у нас будет значит L1 а вот это у нас L2 я хочу их перенумеровать а теперь я проведу еще две прямых значит мне хочется провести одну прямую вот так вот а другою прямую вот так вот а значит вот у нас есть еще значит там 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 l3 и l4 вот значит вот 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 эта штука у нас это полный полный четырехсторонник вот эти у него есть вершины вершины это точки пересечения этих самых штук значит давайте мы их как-нибудь назовем значит будет а это у нас будет b это у нас будет c это у нас будет d это у нас будет е а вот это будет не в каком там стандартном порядке их написать нельзя потому что это не шестиугольник все таки на начат на спешим значит а b c d и опять опять смотрите как бы вот у полного четырехсторонника у него как ни странно есть диагонали что такое диагонали это прямая соединяющие точки пересечения разных пар вот смотрите вот например у нас есть а да значит а у нас это пересечение чего l1 и l3 так ведь а еще 100 2 2 других прямых это значит у нас есть значит l2 пересекается с l4 это у нас c поэтому у нас есть значит диагональ отцы давайте я их буду как-то так сейчас ой вот сейчас давайте так давайте вот я стороны прочерчу пожирнее потому что сейчас здесь будет столько прямых что мы заблудимся вот я специально их прочертил пожирнее отлично а вот у нас значит диагональ отцы значит а какие еще диагонали буду данных вот у нас есть номер 1 пересекается с l4 l1 с l4 это у нас и значит а тогда нам нас интересует l2 пересекается с l3 l2 пересекается с l3 это у нас f да значит у нас есть еще значит диагональ начале но но отлично значит вот у нас есть еще есть еще начаты диагональ е.ф. а еще заны штурн нас есть еще одна диагональZ 113 114 да значит кого у нас еще не было у нас не было бы не участвовать на смотрите значит у нас б это у нас или один пересеченные с l2 тогда значит здесь у нас будет 3 пересеченные с l4 l3 пересеченные с l4 это у нас d значит есть еще значит диагональ bd она у нас вот эти диагонали у нас могут как-то там пересекаться вот вот эта диагональ пересекает вот эти две а эти две они тоже там где-нибудь пересекаются после здесь они нарисованы почти почти параллельным у нас это точка пересечения где-то там очень далеко да давайте значит мы вот эту штучку обозначим к вот эту штучку обозначим значит вот ну и наконец-то значит мы дожили то до утверждения утверждение значит точки пересечения значит произвольной произвольной диагонали диагонали с двумя другими диагоналями гармонически спряжены значит относительно соответствующих вершин то есть например вот в этом вот нашем случае это значит что это значит что мы хотим рассматривать на смотрите у нас значит тогда значит вот значит то есть вот на картинке у нас получается что значит вот у нас есть одна диагональ и и точки пересечения с другими диагоналями это к и и данность нас к и начать к гармонически значит сопряжена да это теорема собственно значит к гармонически сопряжена и относительно бд значит то есть по определению это значит что у нас бдкл равно минус единиц вот давайте мы посмотрим как это доказать доказательство смотрите вот мы в афиной геометрии иногда доказываем так мы говорим давайте мы афинным преобразованием отправим что-нибудь куда-нибудь и все будет тогда хорошо Давайте мы здесь сделаем вот что. Давайте мы возьмем такую афинную карту, что EF бесконечно удаленная прямая. Значит, давайте возьмем... Да, естественно, это проективная теорема. Давайте возьмем такую, значит, афинную карту. Что там времени? Ой! Значит, такую афинную карту, значит, что EF бесконечно удаленная прямая. Очень хорошо. Тогда смотрите, что у нас тогда будет. Значит, смотрите, вот у нас, значит, смотрите, у нас тогда L1, смотрите, значит, у нас L1 и L4 пересекаются в E, которая лежит на бесконечности. Это что значит? Это значит, что у афинной карты L1 и L4 параллельны. Так ведь? Значит, смотрите, значит, L1 пересечь L4 равно E, значит, лежит на бесконечности. Значит, то есть в афинной карте L1 параллельно L4. Аналогично. Что? Ну вот, прямая EF у нас бесконечно удаленная сейчас. Да? Отлично. Теперь смотрите, L2 и L3 пересекалась в F, F тоже где-то там на бесконечности, значит, в афинной плоскости L2 и L3 параллельны. Тогда, что у нас получается из нашей картинки? Значит, что у нас получается? Значит, L1 параллельно L4. Значит, L2 параллельно L3. Сейчас, я не хочу рисовать октагональными. Значит, вот у нас, значит, вот это у нас L3, вот это у нас L2. Сейчас, давайте теперь я подпишу точки. Значит, B у нас пересечение L1 и L2. Значит, вот у меня B. Значит, пересечение L1 и L3 – это у меня A. Пересечение L3 и L4 – это у меня D. Значит, вот у меня A, B, C, D, да? Значит, вот у меня мои диагонали, да? Пересечение A, C и B, D – это у меня точка K. Так ведь? Смотрите, что значит параллельность в афинной плоскости? Это значит, что их точка пересечения не лежит в этой плоскости. Значит, она лежит на бесконечно удаленной прямой. Поэтому у вас параллельность прямых в афинной плоскости – это в точности эквивалентно тому, что они пересекаются в какой-то бесконечно удаленной точке. Поэтому смотрите, если мы отправили точку пересечения на бесконечно удаленную прямую, то тогда у нас… Да, да, отлично. А теперь смотрите, давайте считать. Значит, нам нужно посчитать B, D, K, L, да? L у нас, значит, на бесконечности. Да? Вот смотри, значит, когда у нас на бесконечности, это значит, что мы оставляем только, значит, первую дробь в нашем двойном отношении. Смотрите, это будет у нас B, K поделить на K, D. B, K у нас вот. Сейчас, сейчас, B, K, внимательно, на D, K. А D, K у нас вот. Это и вот это. Но смотрите, это же параллелограмм. А у параллелограмма точка пересечения диагонали делит ее на два. Поэтому у вас вот этот вектор – это минус этот. Поэтому это равно минус единица. Значит, так, как у параллелограмма, значит, A, B, C, D, точка пересечения диагонали и K, значит, делит диагональ пополам. И у нас поэтому D, K равно минус B, K. Ну и все. Вот, к сожалению, мы не добрались до проективной классификации. Значит, смотрите, у нас, к сожалению, остается только одна лекция. Я очень грущу по этому поводу. Ну, что делать? Кривых. Квадрик. Квадрик. Значит, смотрите, что мы с вами сделаем в следующий раз. Значит, мы с вами устроим проективную классификацию квадрик. Мы увидим, значит, что с помощью проективного преобразования любую квадрику можно отправить или в овал, или в мнимый овал, или, значит, в пару совпадающих прямых, или в пару пересекающихся, или в пару мнимых пересекающихся. Овал – это эллипс, гипербола, парабола. Между ними нет никакой разницы с проективной точки зрения. Ну и я там постараюсь рассказать еще что-нибудь интересное, если останется время. На этом с нашими планами все.